Всем привет! Добро пожаловать в Автомир! С нами, как обычно, можно подчеркнуть массу полезной для автомобилиста информации, познакомиться с крутыми тачками и узнать, что происходит в автомобильном мире не только Владивостока, но и Приморского края. Меня зовут Дмитрий Семенюк, устраивайтесь поудобнее и вот, что мы подготовили для вас сегодня. Без чего нельзя обойтись ни одному автомобилисту, какие вещи должны быть в багажнике, чтобы вы были готовы ко всему. Проверяем свечи зажигания, как понять, что настало время их заменить и на что обратить внимание при их выборе. Чем хуже, тем лучше. Снег, песок, грязь, Toyota 4Runner все ни по чем. Рубрика «Автомобиль номера». А также чудеса на виражах в исполнении Владивостокской автомобилистки на улице Гоголя, нетрезвый водитель, вспорхавший кювет на трассе в районе Фокина и самосвал, собравший в кучу припаркованные машины во Врангеле. Рубрика «Автоэкшн». Мы начинаем. Очень многие автомобилисты зачастую не имеют в багажнике элементарных вещей, которые так необходимы в трудную минуту. Например, аптечка, знак аварийной остановки или огнетушитель. С отменой техосмотра подобных водителей стало в разы больше. Но мы же не из таких. Поэтому сегодня отправляемся в магазин, чтобы купить все необходимое, что должно быть у практичного автомобилиста, уверенного, что он готов к любой ситуации. Многие автомобилисты ограничатся обязательным набором водителя для прохождения техосмотра. Но в него, к сожалению, входят не все вещи, которые понадобятся нам во время эксплуатации автомобиля. Поэтому мы постараемся его дополнить оптимальными вещами. Пошли выбирать. Ну что ж, начинаем выбирать. Итак, предположим, у нас обязательные инструменты типа аптечки, знак аварийной остановки и огнетушителя уже лежат в машине. Домкрат и баллонник тоже по умолчанию. Поэтому давайте выбирать дальше. Что нам может понадобиться в пути? Это не дай бог в пути у вас проткнулось колесо. Многие автомобили современные не оборудованы запасным колесом. Поэтому лучше нам приобрести вот такой набор, очень недорогой, для починки бескамерных шин. Пользоваться им очень легко. Можно это сделать в пути буквально за 5 минут. Но колесо же нас, естественно, спустило. Его надо будет чем-то накачать. Поэтому выбираем компрессор. Благо у нас компрессоров выбор сейчас великий, огромный. Хотите огромный за почти 8 тысяч, хотите маленький. Мы набираем оптимальный набор, поэтому нам не нужен огромный. Возьмем средний. Средний, ну вот в районе, скажем так, 2,5 тысяч. Ну, возьмем. Чтобы и место много не занимал, и был приятный на вид. Баллонник у нас есть. Но бывает так, что гайки у вас разного диаметра, а баллонник только под один. Поэтому рекомендую, конечно же, приобрести вот такой баллонник крестового типа. Потому что на все гайки здесь есть свой ключ. И крутить им гораздо быстрее и эффективнее. В зимний период случаются такие вещи, как сел аккумулятор. Что делать? У вас нету с собой второго, естественно. А нужно ехать. Поэтому, конечно же, нужно выбрать провода. Где у нас провода? Провода у нас здесь есть. Также их можно выбирать. Выбирайте провода лучше по стандарту, по проводимости. Вот здесь у нас провода 230 А, есть 200 А, есть вот 500 А. Соответственно, нужно выбирать с большей производитель. Но все зависит от того, какой у вас автомобиль. Если у вас мощный внедорожник, конечно, нужно мощные и хорошие провода. Если у вас маленькая, там, вид, литровый, то сильно мощные провода вам не нужны. Так, что нам еще может понадобиться в пути? А в пути нам может понадобиться трос, буксировочный трос. Вот, можно взять вот такой. Обязательно берите с крючками, потому что у любых автомобилей есть крючки, за которые цепляться. Не нужно их завязывать и так далее. Конечно, трос нужно выбирать по надежности, по крепости, которая может выдержать нагрузку. Скажем так, трос нужно не обязательно кого-то куда-то тащить до ремонта и вас в том числе. Вы, может, застряли где-то, и единственный способ выбраться и попросить кого-то, чтобы вас вытянули. Поэтому трос, место, опять же, занимает немного, но пусть лучше будет, чем его не будет. И, естественно, не забудьте, не забудьте, что перчатки в пути вам всегда могут понадобиться, но пусть они тоже лежат, чтобы ваши руки были всегда чистыми. Вот, что касается минимального набора, я считаю его достаточно оптимальным. Конечно, для частюль есть отдельная полочка, можно купить там вонючки, тряпочки, все вытирать. Но вот это то, с чем вы будете чувствовать себя более спокойно. Сейчас узнаем, сколько обошелся наш минимальный набор. Кстати, у каждого водителя набор может быть свой, можно его дополнить, использовать совершенно другие аналоги того, что купили мы. Ну, а мы посмотрим, сколько нам обошлось вот это вот маленькое удовольствие. Кстати, пока пробивает, вот под вот это все нужно купить еще кейс, чтобы вот эти штуки все в багажнике не летали. Благо, сейчас выбор очень огромный, и каждый может выбрать их по своему усмотрению. Итак, нам обошлось 7373 рубля. Много это или мало, каждый решает сам для себя. Можете по-другому все сформировать, но вот это тот минимальный набор, который я считаю необходим будет дороге. И на самом деле он сэкономит не только денежные средства, но и время. Свечи зажигания. Такой маленький, но очень важный элемент в двигателе автомобиля. Ведь от него зависит, насколько легко заводится мотор вашей машины и будет ли заводиться в принципе. В зимней холода это особенно актуально. Но как часто нужно менять свечи и на что обращать внимание при их выборе? Об этом в нашем следующем сюжете. Сейчас зажигание является неотъемлемой частью любого бензинового двигателя. Зачем их менять? Для этого нужно сначала понять, как они устроены и для чего они вообще нужны. Назначение этой детали – воспламенение топливно-воздушной смеси в камере сгорания. Сама свеча состоит из контактного стержня и центрального электрода, помещенных в изолятор. Причем последний выполняет, как правило, роль катода. Он изготавливается из легированной стали. Самый распространенный материал – хром-никелевый сплав. В настоящее время центральный электрод производится из двух металлов – медного сердечника и стальной оболочки, которая быстро нагревается, обеспечивая при этом быстрый и надежный пуск двигателя. Медный сердечник интенсивно отводит тепло во время работы. В современных реалиях для увеличения срока службы свечи центральный электрод делают из сплавов стали с редкоземельными и благородными металлами – платина, иридиум, вольфрам, итри и паладин. Применение прочных и тугоплавких сплавов в конструкции центрального электрода позволило значительно сократить толщину наконечника. Например, иридиумы – не более 0,4 мм, благодаря чему достигается значительное снижение напряжения и скообразования и повышается надежность воспламенения топливно-воздушной смеси. Но как определить неисправность самостоятельно? В основном можно обратить внимание на плохую динамику двигателя и потеря мощности при подъеме автомобиля. Также двигатель может начать немного потраивать и вибрировать, и тем самым сразу будет понятно, что двигатель работает неровно. В идеале он должен работать так, что вы его не должны чувствовать при парковке либо стоя в пробке на включенной передаче. Если мы уже выкрутили свечку, то по ней легко определить состояние самого электрода и, собственно, всей свечи в целом. Для этого можно визуально осмотреть свечку, и там будет, в принципе, понятно, что двигатель работает правильно, неправильно, на каком бензине, и хватает ли силе искре воспламенить полностью весь объем топлива, который поступает в двигатель. Периодичность замены свечей зажигания зависит от того, когда они менялись в последний раз. Если дату определить не удается, то следует проверить их состояние. По внешнему виду можно узнать, через сколько вам грозит их замена. По этой свечке можно сразу сказать, что она прошла 30-40 тысяч километров, так как большой зазор между электродом и наконечником. Также видно, что свеча ездила на не очень хорошем топливе, а именно плохом качестве. Очень много присадок, видимо, добавлено в топливо, так как электрод имеет очень рыжеватый такой оттенок. В идеале он должен быть либо черным, либо более светлым. По этой свечке сразу видно, что цилиндр был не рабочий, так как сгорел полностью электрод, и искра не выдавалась. В результате чего двигатель начал работать неправильно, нагрузка перераспределилась, и начало поступать масло на свечку. Естественно, двигатель починить не удалось, пришлось его полностью поменять. По свечке видно, что она сгорела примерно 10 тысяч километров назад, и поменять ее нужно было очень заранее. Видимо, этот момент человек упустил. Свеча данной модели была выключена с двигателя с пробегом приблизительно 200 тысяч, и была заменена по регламенту производителя. То есть эта свечка прошла 40 тысяч километров, она не иридимая. Обычная свеча по цвету изолятора можно сказать, что двигатель работал идеально, так как нагаров никаких нет, отложений нет, зазор между электродом и наконечником практически заводской остался. Свеча просто заменена по регламенту производителя в 40 тысяч километров. Однако есть один нюанс, который стоит запомнить всем владельцам бензиновых двигателей. У каждого вида свечей свой период износа. Так, по регламенту, 30 тысяч километров пробега относятся к классическим вариантам, а платиную и иридиумы свечи выдерживают до 90 тысяч километров. Это новая свечка, на ней совершенно белый изолятор, идеальное расстояние между электродом и наконечником, равное 0,4 миллиметра. Эта свечка полностью исправна и рабочая, и должна выглядеть именно вот так. От того, как часто меняются свечи зажигания в вашем автомобиле, зависит сохранность бензинового двигателя. Электроды, которые исправно и выполняют свои функции, не должны покрываться налетом. Их главная функция – подача электрического разряда с достаточным напряжением. Если схема не работает правильно, а причиной этому могут быть как загрязнение, так и выход из строя, деталь необходимо заменить. Чтобы свечу очистить от нагара, не снимая ее, могу порекомендовать прогреть двигатель до рабочей температуры. Таким образом электроды самоочищаются. Ухаживайте за своим автомобилем, меняйте свечи вовремя. Удачи на дорогу! История автомобиля, о котором пойдет сегодня речь, насчитывает более 30 лет. Это классический внедорожник наряду с крузаком и патролом. Был очень популярен на протяжении 90-х и нулевых годов. Итак, встречайте! Toyota 4Runner или на японский манер – High Luxe. Наша постоянная рубрика «Автомобиль номера». Наша сегодняшняя машина российскому автолюбителю больше знакома под именем Toyota High Luxe. Именно под таким названием она выпускалась для японского рынка. Собственно, оттуда она и попала к нам. Но для американского рынка эту машину назвали совсем иначе. Toyota 4Runner. История старого доброго суфа началась в далеком 1984 году. Его создали на базе популярной в тот момент Toyota High Luxe. По сути, от пикапа он отличался лишь дополнительным рядом сидений и фибропластовым колпаком на кузове, в простонародье кунгом. Затем сменилось 4 поколения этих рамных внедорожников. И в 2009 году компания Toyota начала выпуск только 4Runner. Название «Сурф» ушло в прошлое. Выпускает ее только в Америке. Поэтому 4Runner с правым рулем вы не найдете. Это не Toyota «Сурф». Во-первых, «Сурф» закончился в 215-м кузове, а это уже 285-й. И это все-таки 4Runner. Другая оптика, другой кузов, другая база. В общем, все другое. Двигатель 1GR. 275 лошадиных сил. Давайте начнем, наверное, с багажника. Багажник здесь нереально большой. Видимо, сказывается родство с пикапом High Luxe. Так как этот автомобиль для любителей активного отдыха, здесь сделано все и предусмотрено для того, чтобы водителю было очень комфортно. Например, вот эта вот полочка в багажнике, которая выдерживает 200 кг, вы можете груз сюда поместить и просто его туда задвинуть. Это очень удобно, очень комфортно. Очень большой багажник. При сложных сидениях объем багажника 2540 литров. То есть очень можно много картошки сюда напихать. Отделка салона 4Runner происходила с учетом его назначения. Как машину, в первую очередь, для бездорожья. Она выполнена из материалов, которые легко моются и чистятся. Здесь вы не найдете элементов роскоши. Климат-контроль и то однозонный, только для водителя. Но зато здесь есть кое-что другое, что очень пригодится на охоте или в путешествии. В автомобиле есть розетки. Как обычные 12-вольтовые, так и на 110 вольт. То есть вилочные. Ну, вилочные, естественно, под плоские вилки, китайские и японские. В нашем распоряжении оказалась Toyota 4Runner 2010 года выпуска. С бензиновым двигателем V6 объемом в 4 литра. Стоит отметить комплектацию данного экземпляра Trail. Это внедорожная версия внедорожника. Так сказать, внедорожник в квадрате. Система полного привода. Вся управление выведена вот сюда, как в самолете. То есть тумблер щел, тут что-то нажал, тут что-то покрутил и куда-то поехал. Понятно, что ничего не понятно. Вот здесь вот система, вот эта крутилка напоминает мне, как в лендроверах, Terrain Response, которая сделана для водителей, которые не понимают ничего в бездорожной езде. И здесь все наглядно показано, какое выбрать движение. По камням, по скользкой дороге, по заснеженной, по траве и обычной. То есть, видимо, выставляешь какой-то режим, нажимаешь на кнопку и она сама едет. Внедорожная версия 4Runner Up Trail в базе получила электронную блокировку заднего дифференциала и систему помощи при езде по бездорожью. А в качестве опции для нее доступна система кинетической стабилизации подвески KDSS, которая дебютировала в Toyota Land Cruiser 200. Также водитель 4Runner Trail может воспользоваться системой Multi-Terrain Select, помогающей регулировать пробуксовку колес. Помимо этого, хозяин нашего 4Runner внес в конструкцию свои доработки. Например, были установлены передние и задние амортизаторы с регулировкой сжатия штока. Заменены рычаги пружин, тяги на усиленные. Также установлены специальные проставки для поднятия клиренса и лебедка. На выходе получился танк. Здесь есть кнопочка, называется она, сейчас, RFCA. Что это такое? Это кнопка, которая отключает подушки безопасности. То есть очень удобная функция, когда вы едете по бездорожью, мало ли вы где-то в дерево упрете, чтобы эти подушки, не дай бог, вам по лицу не стукнули. Вот мы едем по такому достаточно сложной части. Это крупная галька, рыхлая очень. Ну, машина ведет себя очень уверенно и не застревает. Но мы ее все равно засадим чуть попозже. Чтобы засадить 4Runner с концами, нужно постараться. И даже если вы умудритесь сделать это, он в 90% случаях вытащит тебя сам. От водителя только требуется нажать специальную кнопку и крутить руль. В общем, закапываемся в пляжную гальку. Теперь мы берем... Так, включаем метралочку или не включаем метралочку. Так, нажимаем вот эту кнопочку. И все. Вот ноги свободны. Все, я держусь только за руль, машина едет сама. Вот этой штукой я могу регулировать скорость. Оп, можно побыстрее прибавить темпу. Ну, все выгребается, выгребается. Сама выезжает. Причем, если в этот момент открыть дверь, то машина автоматически перестает самостоятельно ползти вперед. Поэтому, в случае, когда вы решили понаблюдать за этим процессом со стороны, то вам придется вылезать наружу через окно. В общем, эта машина настоящая находка для поклонников шатуна и различных трофи-рейдов. Когда едешь на таком джипе, чувствуешь свою какую-то безнаказанность. И вот эта безнаказанность потом приводит тебя к самым печальным последствиям, как раз когда нужно идти. За трактором. Вот можно еще куда-нибудь прямо в лесок забуриться. И там, где, скажем так, не бывали колеса людей и нога человека, можно там проезжать. Еще раз поражаюсь этим. Вот кажется, что вот сейчас мы зацепимся. Мы зацепляемся. Очень круто. Сейчас практически было диагональное вывешивание. Проехали прям, не напрягаясь. Из-за снежной ледяной горки. Ну, а это все ему вообще до фонаря. В конце еще раз отметим, что все эти навороты форанера, о которых мы вам рассказали, доступны лишь в версии трейла Limited Edition. Другие комплектации значительно скромнее. Конкретно этот форанер стоит 2 миллиона 700 тысяч рублей. Но если исключить вложение в доработку машины, форанер такого же года в интернете обойдется в сумму около 2 миллионов. На дороге порой происходят самые разные ситуации, которые мы не можем предвидеть заранее. Но реагировать на них нужно с умом и ни в коем случае нельзя бросать руль в экстремальных условиях. И тогда с большой долей вероятности вы выйдете из них победителем. Как это удалось героине нашей сегодняшней рубрики Auto Action. Об этом и многом другом мы расскажем далее. Автомобилистка, ставшая автором этого видео, вполне могла бы участвовать в ралли. Если судить по данной записи, хорошая реакция у нее есть. Да и соответствующие водительские навыки тоже. На улице Гоголя женщина пыталась заехать на мост, чтобы потом направиться в сторону инструментального завода. Но внезапно ее машина начала набирать обороты, и автомобилистке пришлось прыгать через сугробы Косогор. В итоге она оказалась на мосту, только поехала уже в обратную сторону. Хорошо, что в этот момент на встречной полосе никого не было. Что произошло с машиной, не поняла даже сама автомобилистка. Но очень похоже на то, что во время торможения коврик зацепился за педаль газа. Ты гай сюда. Что случилось? Не понял. Жители 31-го дома по улице Нейбута в ту ночь проснулись около 4-х часов утра от оглушительного грохота. Всему виной стал водитель черного чайзера, который врезался в припаркованные автомобили. Как рассказали очевидцы, водитель легковушки двигался по пустой дороге в сторону зеленого угла с явным превышением скорости. Внезапно машина вышла из-под контроля мужчины и полетела в сторону, где и стояли автомобили, оставленные на ночлег. Чайзер врезался в них на полном ходу. Пострадали три машины. Toyota Mark II, Nissan Laurel и микроавтобус Nissan One Net. Причем у всех повреждения очень серьезные. Стоит отметить, что одной из причин ДТП могло стать состояние резины чайзера. Она настолько лысая, что ее практически нет. Следующее видео снято во Врангеле. Все происходящее попало в объектив видеокамер, установленных на пункте пропуска в порт Восточный. Как видно на записи, грузовик врезается в припаркованные машины. Сначала он бьет белую легковушку, которую отбрасывает на красную, а затем влетает во внедорожник, который в свою очередь откидывает на еще один автомобиль. Если посмотреть на произошедшее с другого ракурса, становится понятно, что самосвал ехал очень быстро. Медленно ползущий желтый грузовик он обошел как стоячего. Причина аварии кроется в состоянии водителя. Водитель самосвала управлял автомобилем, находясь под градусом. Этот житель Фокина тоже попался на нетрезвом вождении. Правда, поначалу он извивался, как уш на сковородке. Делал круглые глаза и утверждал, что не я, не я и лошадь не моя. Это ваша машина? Нет. А чья? Не знаю. А кто за рулем был? А вы кого хотели? Ну вот мне бы хотелось узнать, вот как вы оказались вот в той машине и вот в том кувете. Ведь не моя машина. О том, что за Фокина в кувет улетел пробок, с полицией сообщили очевидцы. Они же на всякий пожарный вызвали скорую. Но прибывшая неотложка, кроме алкогольного опьянения, у автомобилиста больше ничего не выявила. Позже подоспели стражи порядка. Они по следу, который пробок составил вдоль обочины, и определили, что задержанный летел по канаве метров 30, подпрыгивая из звеня радиатором, который, кстати, в конце пути был пробит торчащим из недр земли камнем. Как давно вы вообще за рулем? Сколько лет? Двадцать. Двадцать. А как часто вы употребляете спиртные напитки, садитесь за руль в нетрезвом состоянии? Бывает такое? Садитесь за руль? Признаки опьянения были на лицо. А вернее, на лице. Мужчина еле стоял на ногах, вел несвязанную речь и не мог никак понять, что же с ним произошло. В итоге от медосвидетельствования он отказался. А это значит, что свое водительское удостоверение он теперь увидит только года через два. Следующее видео снято в одной из шиномонтажных мастерских Уссурийска. Мужчина, который стал героем этой записи, настоящий везунчик, учитывая, что он в момент мог лишиться всего своего хозяйства. Во время накачки колеса произошел взрыв покрышки, и шланг пролетел у автомобилиста между ног, оставив его без штанов. В итоге пострадавший фактически остался в одних трусах. Крайне затруднительная ситуация, учитывая, что на улице не май месяц, а у него, как выяснилось, даже подштанников не было. И это все на сегодня. Смотрите Автомир на восьмом канале. С вами был Дмитрий Семенюк. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok